Турецкий язык. Урок номер 41. Повествовательная модальность. Хикаэ Бирлещик Заманы. Вторая часть. Это вторая часть урока про повествовательную модальность в турецком языке. Сегодня мы рассмотрим прошедшее время в повествовательной модальности. Прошедшего времени у нас два. Это увиденное прошедшее время на ды и услышанное прошедшее время на муж. На примере глагола окумак у нас получится окуду и окумуш. Теперь, чтобы перевести эти времена в повествовательную модальность, нам нужно добавить повествовательную форму недостаточного глагола и мек, и ди, или в виде аффикса ды, ди, ду, дю. И тогда мы получим окуду иди или окуду иду и окумуш иди или окумушту. После такой манипуляции мы уже получим четыре варианта глагола в прошедшем времени. Возьмем на примере предложение. Ахмет Букитабы окуду. Это увиденное прошедшее время. Ахмет Букитабы окумуш. Услышанное прошедшее время. Теперь, увиденное прошедшее время в повествовательной модальности Ахмет Букитабы окуду иду. И услышанное прошедшее время в повествовательной модальности Ахмет Букитабы окумушту. Все четыре предложения будут переводиться на русский язык одинаково. Ахмед прочитал эту книгу. Но эти времена в турецком языке используются в разных ситуациях. От того, какой вариант мы будем использовать, будет меняться смысловое наполнение предложения. Давайте рассмотрим. Первое. Ахмед Букитабы Окуду. В этом варианте у нас есть действие в прошлом, и мы были свидетелями этого действия. Следующий вариант. Ахмед Букитабы Окумуш. У нас есть действие в прошлом, которому мы не были свидетелями, но мы знаем об этом действии со слов людей или другого источника, которые были свидетелями этого действия. Третий вариант. Ахмед Букитабы Окудуйду. В этом случае мы повествуем о действии и переносимся в более ранее прошлое, и действие у нас закончено. То есть это время используется, когда мы хотим рассказать о действии, которое произошло в далеком прошлом, и главный смысл использования этой формы, когда мы хотим засвидетельствовать, подтвердить или уверить собеседника в том, что мы были свидетелями такого действия. И последний вариант. Ахмед Букитабы Окумушту. Эту форму используем для того, чтобы описать действия, которые произошли давно или дальше недавнего, прошлого. И здесь понятие давно совсем относительное, потому что это может быть как много лет назад, или в прошлом месяце, неделе, так же и сегодня утром. Тоже можно использовать это время. При использовании этого времени упор идет не на то, были мы свидетелями или не были, здесь это совершенно ни при чем и не важно. Здесь упор идет на то, что это действие было совершено раньше. В данном случае аффикс мышь не несет смысла субъективности, а означает более ранее прошлое. Хочу сказать, что умелое использование формы на мышь ты сразу обогащает ваш турецкий язык. И так как эта тема недостаточно проработана ни в одних учебниках, изучающий турецкий язык зачастую использует только формы на ты и на мышь. Но такое использование ограничивает наполнение речи, так как в разговорном турецком на самом деле очень часто используют форму на мышь ты. Поэтому, мое мнение, я считаю, что именно форма на мышь ты это ключ к красивому и грамотному турецкому языку. То есть, если коротко, разница между Ахмед Букитабы Окудуйду и Ахмед Букитабы Окумушту в смысловой нагрузке. В варианте Ахмед Букитабы Окудуйду здесь идет упор на то, что мы были точными свидетелями действия, которое произошло раньше. Мы подтверждаем. А во втором случае мы просто говорим о действии, здесь уже идет у нас нагрузка на то, что оно было совершено раньше. И при этом не важно, были мы свидетелями или не были свидетелями этого действия. Теперь рассмотрим поподробнее. Сначала увиденное прошедшее время в повествовательной модальности. Это время обозначает законченное действие, имевшее место в определенный момент в далеком прошлом, к которому мы были свидетелями. Здесь у нас корень глагола Алмак Ал. Добавляем по гармонии гласной аффикс увиденного прошедшего времени Д. Потом идет у нас аффикс повествовательной модальности, так как это у нас не просто аффикс Д, а форма недостаточного глагола ИМЕК ИДИ. Поэтому у нас буковка И превращается в соединительную частицу Е. И потом еще добавляем личный аффикс и получаем Алдыдым. Дальше Алдыдин, Алдыды, Алдыдык, Алдыдыныс и Алдыдылар. В третьем лице множество числа может быть как Алдыдылар, так и Алдыларды. Лар может стоять и в конце, и может стоять между аффиксом увиденного прошедшего времени и аффикса повествовательной модальности. То есть вы можете встретить такой и такой вариант, но мы рассматриваем тот, который чаще используется. Алдыидылар. В отрицательной форме все как всегда. У нас добавляется отрицательная частица после корня и перед аффиксом увиденного прошедшего времени. И получаем Алмадыидым, Алмадыидын, Алмадыиды, Алмадыидык, Алмадыидыныс, Алмадыидылар. И еще рассмотрим вопросительную форму. Здесь немножко другой порядок. Получается Алдыммэиды, взял ли я, Алдынмэиды, Алдымэиды. Или в отрицательной вопросительной форме получаем Алмадыкмэиды, Алмадынысмэиды или Алмадылармэиды. Теперь посмотрим на примерах предложения, где и как мы можем использовать эти формы. Зачастую мы можем использовать эту форму в предложениях, когда идет речь о двух действиях, которые произошли в прошлом. Но одно из действий было совершено более ранее, а второе действие было более позже. И смотрите, например. Бен она конуила Ильгели бир языгён дэрдидим. Ама демекки окумамыш. Бен она бир языгён дэрдидим. Я отправлял раньше ему письмо. Бен она конуила Ильгели бир языгён дэрдидим. Я отправлял ему письмо по этому поводу. То есть я отправлял его раньше. Ама демекки окумамыш. Но, видать, он не читал. Речь идёт о какой-то теме. И мы знаем, что человек не в курсе этой темы. И я говорю, что вообще-то я раньше, то есть в более раннее прошлое, отправлял ему письмо, связанное с этой темой. Но, так как мы знаем, что он не владеет этой темой, значит, мы предполагаем, что он не прочитал то письмо, которое я ему ранее отправил. Окумамыш. И вот здесь у нас получается, что, во-первых, здесь есть два действия. Окумамыш, это значит, он не прочитал письмо. Первое действие и более раннее действие, это когда я ему его отправил. То есть это было сделано раньше. Поэтому мы здесь можем использовать время в поискователе модальности. И у нас здесь увиденное прошедшее время, это когда я собеседнику хочу уверить его, что я это действие сделал. Вот в этом во всём предложении идёт упор на то, что я уверяю своего собеседника, что я отправлял ему это письмо. Ещё один пример. Огюн бизе гельдииди бенде параи онавердим. Огюн бизе гельдииди. Он в тот день зашёл к нам бенде параи онавердим. И я отдал ему деньги. Здесь тоже два действия. Параи онавердим. Я отдал деньги. Это в прошлом. И когда я ему отдал, я это сделал тогда, когда он к нам зашёл. И он зашёл нам в более давнем прошлом. Здесь у нас два действия. Вот я и говорю, когда он там зашёл, вот в тот момент. И я на тот момент дал ему деньги. Два действия. И опять же, я этим предложением, используя увиденное прошедшее время в поискователе модальности, передаю человеку точность того, что он в тот день пришёл, как бы свидетельствую. И вот я тогда отдал ему деньги. Поэтому мы здесь тоже использовали увиденное прошедшее время в поискователе модальности. Ещё пример. Ты не видел то, что они вытворяли. То, что они делали. В данном случае, скажем, если люди натворили что-то, это в турецком языке, если плохое даже натворили, можно сказать словом просто сделали, наделали. В этом предложении у нас как бы есть одно действие. Я говорю человеку, что ты не видел то, что они вытворяли. Но дело в том, что человек увидел уже результат, а перед результатом, какие действия были со стороны тех людей, он этого не видел. То есть более раннее действие это было. Поэтому мы здесь можем использовать, увиденное прошедшее время в поискователе модальности, и мы этим самым делаем смысловое ударение в предложении на то, что мы утверждаем, что ты не видел то, что они вытворяют. Так тоже можно использовать. Или ещё один пример. Вы говорили, то есть вы сказали о том, что дома были сделаны из камня в каком-то нашем разговоре, который был в прошлом. И вот в данном случае мы тоже обсуждаем какую-то тему. И я хочу сказать, а как бы помните, вы ведь тогда сказали, что эти дома сделаны из камня. То есть этим предложением я хочу напомнить человеку, а помните, вы сказали, помните тот момент, чтобы он вспомнил, когда он говорил мне об этом. Здесь как бы я хочу уверить человека, что вы же сами это говорили. Вообще с этим временем есть много недосказанного. Во всех учебниках и на турецком языке, и на русском языке про это время говорят очень коротко. Вообще говорят, что это время используется для того, чтобы рассказать о действиях, которые были сделаны в давнем прошлом. Но это время очень редко используется, но всё-таки иногда используется. И дают несколько примеров. И когда человек, который изучает турецкий язык, доходит это до главы, ему не совсем понятно. То есть оно как бы и используется, но и очень редко, но и всё же используется. Так когда это нужно использовать и почему? Чёткую информацию на эту тему вы нигде не найдёте. Я пытался разговаривать на эту тему с носителями языка и даже с турками, которые преподают турецкий язык. Но я не получил однозначного ответа. Многие склоняются к тому, что это форма старо-турецкого языка. И в современном турецком языке, в литературном особенно, эта форма почти не используется, но используется иногда в разговорной речи. Но какая её особенность, мне так и никто не смог объяснить. Но из опыта, который у меня есть, я всё-таки пришёл к мнению, что эта форма используется тогда, когда мы хотим уверить или засвидетельствовать факт действия, которое произошло в давнем прошлом. Теперь перейдём к услышанному прошедшему времени в повествовательной модальности. В основном это время используется для описания событий, произошедших давно в прошлом и тогда же закончившихся. Эта форма очень часто используется и в разговорном языке довольно часто используется. И если вы хотите разговаривать красиво на турецком языке, вы просто обязаны и должны научиться пользоваться этой формой. Просклоняем по лицам и по числам, у нас получается Вот здесь у нас, видите, лер перескочила за аффикс миш. В отрицательной форме И вопросительная форма Или отрицательная вопросительная форма Давайте посмотрим на примерах. Эта форма тоже используется, когда у нас в одном предложении речь идёт о двух действиях, которые совершены в прошлом. Но одно из этих действий совершено раньше. Например, Когда мои родители пришли домой. Вот здесь слово есть такое Оно вообще переводится как Семья. Семья это может быть родственники, это могут быть родители. Кроме обычного слова айле, семья, ещё в разговорном очень часто используют аннемлер и ещё бабамлар. Это тоже переводится как семья. В разных случаях используют почему-то аннемлер, в каких-то случаях используют как бабамлар. То есть аннемлер и бабамлар это семья или часть семьи. И одну группу возглавляет мама и тёти, более женская половина. И бабамлар это папа с дядями или с братом, с кем-то, более мужская половина семьи. Карда ищим чоктан уйму, что мой брат давно спал. Здесь у нас есть два действия. У нас родители, или часть семьи нашей, пришла домой. Аннемлер эве гельдиинде. Они пришли. Это действие в прошлом. Но брат у нас ещё до этого уснул. То есть это действие ещё раньше, чем когда родители пришли домой. И поэтому мы здесь можем использовать услышанное прошедшее время в повисовательной модальности. Здесь идёт у нас упор на то, что это просто действие, которое было сделано раньше. Здесь неважно, мы свидетели или не свидетели этого действия. Или ещё. В этом году мы отправили его раньше. Например, отправили его в отпуск. То есть, например, возьмём пример из жизни. У нас есть компания и турецкое руководство. И турецкое руководство, работники, да, эти, они каждое, там, скажем, летом едут в Турцию в отпуск. Да, в ежегодный отпуск. И на собрании нам директор говорит, так как один из работников, «Я чай сене язм Туркия, гид тебе мишты», так как он тогда не поехал, «Бу юзем», поэтому «Бу сене он эркент гендердык». Поэтому мы его раньше времени отправили в отпуск. То есть у нас есть действие «Гендердык», мы его отправили, оно в прошлом. А еще есть действие более раннего прошлого, когда этот человек не поехал в Турцию. И поэтому мы здесь используем эту форму. «Ге чай сене язм Туркия, гид тебе мишты», «Бу юзем», «Бу сене он эркент гендердык». Еще пример. «Аслында сыновыма гюзель чалышмыштым», «Аманедэнсе кётуно талдым». «Аслында», вообще-то, сыновыма гюзель чалышмыштым». Я хорошо готовился к моему экзамену. «Аманедэнсе», но почему-то, «кётуно талдым». «Получил плохую оценку». То есть я получил оценку «плохую», это уже действие в прошлом. И еще я занимался к этому экзамену. Это более раннее прошлое. И поэтому мы здесь используем эту форму. И получается «Аслында сыновыма гюзель чалышмыштым», «Аманедэнсе кётуно талдым». «Дюнь луна парка гид пэми шмейдинес». Здесь уже в вопросительной форме. И мы хотим спросить «Разве вы вчера не ходили в луна парк?» То есть, по идее, я как бы знал, у меня была такая информация, что вы собирались идти в луна парк. Но вы мне что-то рассказываете, и я как бы понимаю, что вы не были, видать, вчера в луна парке. Но вы должны были быть, и поэтому я спрашиваю таким образом. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, делитесь этим видео. Пусть ваши друзья, другие люди тоже увидят. И, возможно, эта информация будет им тоже полезна. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok